Но если сам о себе не расскажешь, никто о тебе не расскажет. Это есть такое правило. И это важное событие с моей точки зрения. Это очень многое говорит о судебной системе в Украине. В понедельник Шевченковский районный суд города Киева отказал нам в исковых требованиях против Игоря Коломойского по защите чести, достоинства и опровержению недостоверной информации. Вот я напомню, что это и почему это. У 2015 года наша программа «Шустер Лайф» выходила в эфир на телеканалі «1 плюс 1», акционером которого Игорь Коломойский. Программа транслювалась 4 и 11 вересня. А 18 вересня нас несподівано сняли из эфира. За 2 минуты до начала трансляции. Следующий генеральный директор телеканалу «1 плюс 1», ныне чинный министр культуры и информационной политики Олександр Ткаченко надислав нам листа, у якому ишлося про то, что мы не можем виходить с нашим программой на других телеканалах. Однако эфир на своем канале они нам больше не надали. После этого щопятницы мы выходили в эфир на нашем телеканале «3С ТВ» и отдавали сигнал телеканалу «1 плюс 1». Однако они его не транслювали. Минуло 4 лет. И у травня 2019-го Игорь Коломойский дав интервью виданию «Украинская правда» та звинуватив нас в том, что мы, как будто, брали деньги за участь в программе. Мовляв, тому нас и сняли с эфиру. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого. У кого взял? У меров, там, 2 по 50. Серьезно? Да. Причем одного мы подсунули специально. Зверните внимание, олигарх Игорь Коломойский говорит о том, что мы берем деньги, как про факт, в котором он уверен. Именно поэтому эфир он нам больше не надает. И в тот же время Александр Ткаченко в официальном листе требует от нас дотриматься лицензийного договора и выходить в эфир телеканала. То выходить или не выходить в эфир? В интервью Игоря Коломойского мова йшла про мероприя Тернополя и Чернигу. Что правда, у вересня 2019-го они обидва, и Сергей Надал, и Олександр Соколов, у прямом эфире цю информацию спростували. Вы не раз бывали на наших программах. Много вам пришлось денег заплатить? Ну, вы знаете, я, наверное, должен вам, потому что я часочку кофе выпили, как бы бутылочку воды минеральной, как бы за это не расплачивалось. Я хочу объяснить, что я не один раз брав участь в программах «Чустерлайф», где мало возможности сборить очень много возможностей в эфире. Жодного разу я за эти программы не платил. Игорь Коломойский відверто збрехав. Чому? Олег Ляшко пояснив. Коломойский выкинув Шустера из эфира, потому что у него был договорняк с Порошенко, потому что я ехал на эфир, затримали Мосичука. Это было в тот день, когда мы затримали Мосичука. И Шустер меня запросил на эфир, чтобы я рассказал свою правду, а не то, что показывали в парламенте. То есть мы решили судить и защищать нашу честь, гидность и телову репутацию. Но найти Игоря Коломойского оказалось не так просто. Суд не мог найти фактическую адресу ответа и вручить ему повестку в суд. Хотя сам Игорь Коломойский весь час был в Украине. Вокрема, он пильно следил за баскетбольной карьерой своего сына. Ось он у грудня на матчі у Дніпрі. У сечни в Одессе. А ось у лютому у Харкови. Представник пана Коломойского знайшовся лише у березня, через 4 месяца. Начали судові заседания. Минув рік. И суддя Саадулаев Анзор Ибрагимович відмовив нам у задоволенні позову. Я говорю вообще о судебной системе. Вот Анзор Саадулаев. Вот к нему поступают документы. Человек реально сказал, что я взял 100 тысяч долларов, то есть 2 по 50, у двух мэров. Это конкретное обвинение, которое реально бьет по деловой репутации, по человеческой, профессиональной. И мы подаєм суд, потому что господин Коломойский, я не знаю, платит налоги вообще? Платит? Как-то очень так грустно. Персональная данная. Так-то неуверенно вы отвечаете. Нет, это персональная данная. Это нельзя, правильно. Нет, ну, вот. Значит, он обвиняет. Мы обращаемся в суд и говорим, ну, нужна справедливость. Было это или не было этого? Судья говорит нет. Нет состава вообще. Не нужно рассматривать это дело. Вот, Ярослав, вы как наш защитник. Я понимаю, что вы были удивлены. Доброго вечера, Саввик. Доброго вечера, студия. Ну, сказать, что мы были удивлены, это мягко сказать. Да, у нас и в нашем портфеле, из нашего доски, больше сотни от таких позовов по защиту чести и гидности, спросту, по защитству недостоверенности информации. И, в действительности, оця грань между оценочными судьями и поширением фактов, вона есть. Мы достаточно много вивчили судовую практику, не только украинскую, а и Европейскую суду с правой людини. И после решения суду у нас был певный, как говорят, просто народный, скажем, стопор. Мне и коллегам нашим, адвокатам, очень хочется отримать повное решение, скажем, суду, для того, чтобы дать оценку, почитать, а что же, скажем, судья поклав в это решение. Ну, в эфире уже было сказано, у нас была проблема найти адресу. Мы нашли, я в минулому эфире, в одном из эфиров, я рассказывал эту детективную историю. Значит, суд не мог вручити повестку, скажем, пану Игорю Коломойскому. Мы нашли инструмент, скажем, законодавчую возможность, суд разместил за нашим клопотанием информацию на сайте суду и через засоби массовой информации нам удалось, скажем, донести до представников и через 4 месяца пришел представник, скажем, в суд. Перше, что, скажем, было, у них была, ну, перше, адреса, не хотели приходить, друге, они, скажем, они не заявляли судовое заседание, и дальше у нас была иншая проблема, что фактично представник пана Игоря Коломойскому пробовал назначить лингвистичную экспертизу. Ну, то есть, от всі почули в эфире, стверждение фактов. лингвистическая экспертиза кого? Ну, от того, что сказали, пан Игорь Коломойскому. Чи це стверждение фактов, чи це оціночное суджение? Но нам удалось, скажем, это, скажем, отбить. И на сегодняшний день мы точно будем оскарживать в апелляционной инстанции, в касационной, если нужно, будем в Европейском суде с правой людини. Я не хочу, я, как адвокат, адвокатская этика не дает мне возможности быть політиком и давать, скажем, оцінку. Я поважаю суд, поважаю решение суду, оно не вступило в законную силу. Я знаю, надзвичайно, много порядных фаховых судов, которые работают, скажем, в системе. Я, витаючи их из Днем працивника суду, который был на днях, они были самыми в певнем мере, скажем, здивованными. Я надеюсь, что апелляционные инстанции, касационные инстанции дадут належную, скажем, оценку этому решению суду. Але, Савик, я хотел бы сказать, в нас есть... Я от удивления почти не упал. У нас есть опыт, когда судовая система нас с вами защитила. Да, вот сидит пан Алексей Любченко, его подлегли, он до того отношения не был, он тогда не был, скажем, главой податковой службы. Да, вам донараховали безподставно. Включили в перевірку, в график перевірки. А кто был президентом, вы быте, нагадайте. Я вам скажу, кто был президентом. Петр Алексеевич Порошенко. Ай-яй-яй. Значит, и мы на протязи двух роков смогли в суде доказать свою невиновность. Вот в чём есть, скажем, проблема? В нас в Украине отсутствует невидворотность покарания. Независимо от того, это представитель податковой службы, суду. Вот на сегодняшний день за нашими клопотаниями по вашей справе было порушено четыре криминальных проведения. Вот сколько представителей податковой службы понесли покарание. Насколько мне известно, они работают дальше, они даже получили, скажем, подвижение. Поэтому невидворотность покарания это основное, что должно работать в Украине. А вот вы понимаете, когда я просто зрителям это скажу и нашим гостям, когда вас обвиняют в неуплате налогов и возбуждают уголовное дело, то ваша репутация международная разрушена. Она просто разрушена. А у меня ничего больше нет, кроме репутации. Вот тут я хотел сказать... Поэтому это надо понимать. И даже если мы выиграли суды, это уже многие не замечают. Савик, вот я хотел как раз сказать про то, что на сегодняшний день информация является тригером взагалі в свете. А репутация основным активом. И на сегодняшний день оця репутация, вона тем решением, скажем, суду, вона подрывает инвестиционную правовую в Украине. Я сьогодні летим из Варшавы с одним из представителей великого бизнеса, скажем, в польском, которые работают в Украине, которые будут инвестировать. И он говорит, вот скажи, как я могу, скажем, переконовать польский уряд, инвестировать, если ты не можешь, скажем, защитить в таком простом справе. То, если в Украине есть проблема защитить свою честь, гидность, если есть проблема защитить свои права, то тогда для чего инвестировать? Безперечно, я переконую, я кругом за кордоном я завжди створюю позитивный имидж. Но на самом деле такие решения судов, они не просто дивуют, они деморализуют и они, скажем, приносят шкоду Украине.